Открыто и честно о себе, о предназначении, о главном, подлинные чувства и эмоции. Это больше, чем просто история, это и есть сама жизнь и ее интонация. Сегодня в программе Оксана Доброрез. Я всегда стремилась к чему-то, и я никогда ни перед чем не останавливалась. Целестребленность, сила воли, терпение. Наверное, вот это три составляющие, которые движут мной. Нужно всегда с оптимизмом смотреть вперед и всегда делать правильные выводы из той жизненной ситуации, в которой ты оказывался. Оксана Доброрез не верит в мгновенное преображение. За каждым изменением – внутренняя работа, желание преодолеть себя и стать еще сильнее. Ей никогда не хватает времени, и она им дорожит. Мне кажется, что такая прогулка в парке, она просто выбивается из вашего ритма и совершенно вам не свойственна. Но вот средь бела дня вас представить в парке, гуляющей, отбросив все дела. Да, это невозможно. Это действительно невозможно, потому что мне удается погулять в парке даже не каждые выходные. Люблю Гагаринский парк. Почему? Потому что все детство связано непосредственно моих деток с Гагаринским парком. Мы здесь очень часто гуляли. И вы знаете, не могу не заметить того, что гуляя вот сейчас с вами в парке, насколько парк преобразился за эти годы. То есть действительно, с 2014 года по сегодняшний момент очень видны эти изменения. Кроме «меняется» мы меняемся вместе с ним. Вот какие изменения произошли с вами за все это время? Что бы вы отметили? Наверное, много переосмысляешь, да, все-таки? Да. Вот к чему-то как-то более резкость наводишь на какие-то вещи. Да, начинаешь ценить, наверное, то место, где ты живешь. Начинаешь ценить вообще все, что происходит. Учиться на собственном опыте, делать выводы и не оглядываться – эти правила она усвоила с детства. Относиться к ошибкам как к урокам, к победам как к будущим задачам. Как бы вы себя со стороны охарактеризовали? Вот не сухими фактами из биографии, не из резюме, личного дела. Какая вы со стороны? Какую вы себя знаете? Моя такая черта – я очень целеустремленный человек. Я тот человек, который не боится трудностей. И трудности как результат взаимоотношений с жизнью формируют характер. Выбор есть всегда, но личный выбор – это ответственность не только за собственное счастье. Сопричастность, неравнодушие, активность – это ваша позиция прежде всего сейчас. И те изменения, которые прослеживаются на протяжении всех пяти лет, это изменения, которые невозможны без внутренних изменений. Что самое главное вы бы отметили в себе как в человеке? Что изменилось в вас? Вы стали сильнее? Да, вот я если хотела сказать «сила воли», я думаю, что я стала сильнее. Жизнь учит нас каждый день. Мы меняемся, мы взросли, мы на что-то смотрим совершенно по-другому. Вот чему вас на сегодняшний период жизнь уже научила? Жизнь научила не останавливаться перед трудностями, идти вперед. Развиваться. Наверное, это самое основное достижение. Память удивительна. Самые острые, светлые фрагменты оставляют навсегда. Минуты радости и первых сомнений, и решений. Какие самые значимые моменты в вашей биографии? Какие уроки вы получили от жизни, чтобы стать той, кем вы сегодня есть? Ну, наверное, это ступеньки жизни, которые ты постоянно проходишь. Прежде всего детства. Прежде всего детства. Конечно, конечно. Ну, наверное, первый этап – это детство. Действительно, в детстве. Я была очень послушным ребенком, слушалась родителей, посещала всевозможные кружки и занималась танцами. Она родилась в городе Ачинск, Красноярского края. Да, ее детство было добрым и запоминающимся. Хотя бы тем, что в нем не было покоя. Восемь кружков и три секции. Спорт, музыкальная школа, французский. Оксана жила, опережая время. И вопрос выбора, правильно или нет, не вставал. Она уверенно шла в будущее. Я мечтала, что я вырасту, стану каким-то руководителем какого-то предприятия. Вы знаете, впоследствии так и сложилось. То есть я считаю, наши, все, о чем мы мечтаем, все, к чему мы стремимся в жизни, безусловно, если человек очень хочет, очень много над собой работать, то, безусловно, он этого достигает и он к этому придет. Я тот, кем себя я сделала, прежде всего. Да, поэтому на сегодняшний момент не нужно ждать ни от кого, что тебе кто-то что-то должен сделать. Да, у меня сложилось так, что мне родители дали неплохой старт в виде образования моего. Я получила образование, международная экономика, училась, защищала дипломы на странном языке. Поступив в институт, я сразу хотела работать в банковском секторе. И, безусловно, я там и работала. Я начинала с должности рядовой, экономиста. То есть вы прошли все этапы? И все этапы полностью по цепочке экономистов, ведущим специалистам. И в конечном итоге стала руководителем крупной финансовой структуры, почти у меня было 200 человек. Поэтому, безусловно, это... Вам это было интересно? Это была для вас какая-то цель, азарт, управлять, попробовать себя в этом? Чтобы потом не говорить, ну я хотя бы попробовала. Я всегда хотела работать в определенной сфере, и я к этому стремилась. И я в эту сферу именно вот и пошла целенаправленно, с полным пониманием того, кем я хочу стать. И спустя годы неизменно своим жизненным принципам. Непредсказуемая и настоящая, так ее характеризуют самые близкие. Отзывчивая и требовательная не только к себе, это уже слова коллег. Если честно, я восхищаюсь, как в этой хрупкой женщине эти качества совмещаются с качествами лидера, способного повести за собой, способного создать сильную команду. Оксана Геннадьевна ответственный руководитель. Это человек с внутренним стержнем, человек со здоровыми амбициями. И я думаю, что у Оксаны Геннадьевны большое будущее. Она умеет ставить и выполнять цели, и это ей помогает во всем, я так считаю. Она умеет признавать свои ошибки и эти ошибки озвучивать. Это очень ценное качество моей точки зрения, потому что не каждый руководитель способен признать свою ошибку, озвучить ее и в некоторой степени привести извинения за это. У Оксаны Геннадьевны это присутствует. У нее есть такая отличительная черта. Она всегда старается протянуть руку помощи людям, которые что-то у нее просят. Особенно тем людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Для нее это важно, для нее это принципиально. И, наверное, без этого не будет вот той ее второй половины, которую она из себя представляет. Другая Оксана Доброрез в других меняющихся локациях. Отправная точка всего, что произошло в жизни, это дети. Я хочу тебя поцеловать. Спасибо. В такие моменты она узнает себя, и такое узнают немногие. Ведь ритм жизни, он всегда рабочий. Просто мама, а она рядом с ними. И это очень личная интонация. Самое главное предназначение женщин – это ее семья. Это то, без чего сегодня вас просто невозможно представить. Давайте знакомиться. Да, конечно. Это у меня средний сын, у меня старшая дочка. Это средний сын Игорь, получается. А это мой младший Никита. Игорю 10 лет, Никите 4 годика. У вас трое детей, трое детей, да. С ними вы возвращаетесь с детства каждый раз. Колесо, в вашем детстве вообще было такое колесо? Да, конечно, было. Дети – это отражение родителей. Какие ваши дети, какие ваши мальчишки? Вы знаете, наши мальчишки очень хорошие, такие живые. Но при этом, при всем они очень разные. Игорюк у нас такой достаточно спокойный, уравновешенный, рассудительный, такой поучительный. Никита более такой живой, активный ребенок, очень веселый, жизнерадостный. Поэтому, конечно, они очень разные, но тем не менее, конечно, мы видим в них свое отражение. И все ради них. И стремление к лучшему, и очевидные изменения. И не только в себе. Конечно, хотелось бы, чтобы наш Крым развивался, был цветущим, красивым, наши дети были счастливы. Но, конечно, для этого нам, родителям, нужно максимально прилагать к этому усилия, да, чтобы мы, вот именно, проявляли эту заботу, да, чтобы мы развивали наш город совместно. И я думаю, что тогда наши дети будут счастливы, видя такую атмосферу, такое развитие. Крым меняется, наверное, постоянно. То есть каждый месяц мы видим какие-то улучшения. Наши дети должны расти в счастливом, красивом Крыму. Главные слова, когда они сказаны родными, негромко и искренне произнесенные и осмысленные. Мне нравится ее тюкпение, что она вот терпит нас всех троих. Но я ее люблю очень сильно. Наша удивительная поездка. Да, действительно, действительно, удивительно. Действительно, такое окунулись, наверное, в детство. Но ведь, скажите, да, эти моменты, они все-таки переносят нам в детство. И с нашими детьми мы проживаем то, что проживали когда-то сами. Это здорово. Почему? Потому что в нашей такой жизненной суете, когда столько проблем, столько забот, ты действительно возвращаешься в детство. Это дарит, наверное, такое ощущение счастья и радости, когда со своими детьми вот такие моменты жизненные возвращают нас в детство. Поэтому это очень здорово на самом деле. Мам, пожалуйста, можно добавить там? Ты еще не устал? Скукаешь, мы уже катались. Простые детали этого съемочного дня стали очень атмосферными. Мы говорили о ценном и непроходящем, о важном и трогательном. Возвращались к воспоминаниям на протяжении всего времени. Время вашего детства, когда деревья были большими, и время детства ваших детей. Вот какие-то параллели вы проводите? Да, конечно, провожу я эти параллели. И вы знаете, они вот действительно откладывают такой определенный отпечаток, потому что что было в моем детстве? Сколько я помню, всегда я была вот чем-то загружена. Я учила очень серьезно. Вы сейчас мне сказали о том, что я не помню времени, когда бы я не работала. Это вообще не было. Совершенно иностранные языки учила также. Поэтому, конечно, и сейчас вот я смотрю, то есть родители дали ту вот определенную закалку, тот старт. Потому что родители, они дали понимание на то, что вы должны рассчитывать все же только на себя, на свои силы, и вы должны делать себя сами. Да, конечно. Вы знаете, безусловно, родители дают очень хороший старт своему ребенку. Это очень здорово, когда ты получаешь своеобразование и растешь в такой атмосфере определенно окруженной заботой, любовью, вниманием. Но дальнейшее все уже формирует человек себя сам. Вот это параллель, так как меня воспитывали родители, то, что меня они вкладывали, чему они меня учили, я сейчас как-то вот волей и неволей, но проекцирую это на своих детей. Я, конечно, хочу вместе с моим супругом вложить в своих детей самое лучшее, что весь свой опыт передать, все свои знания, все свои умения, все старания, но не лишая их детства. Но и время, проведенное с ними, я так понимаю, что это время самое ценное, которое есть сейчас. Вот каждую минуту увидеть, как они меняются, это все-таки для вас, наверное, такое возвращение в свое детство. Да, безусловно. Я вам скажу, что эти минуты нужно находить и ценить. У каждого человека в жизни есть вопросы, на которые, по сути, нет ответов, но задавать их себе это все-таки не лишнее. Вот у вас есть такие вопросы, которые вы бы хотели задать себе, но ответы на которые вы еще не нашли? Каким будет будущее моих детей? Счастье – это все-таки величина эпизодическая, намного ощутимее стремление к нему. Вот вы свое счастье уже обрели? Я считаю, что счастье – это семья. Наверное, счастье – это семья, это дети. У меня прекрасная семья, у меня трое замечательных детей, я очень этим горжусь. Поэтому я считаю, что вот самое главное в жизни – это все-таки семья. Может быть, работа, да, работа – это замечательно, какое-то занятие тоже прекрасно, но без семьи не будет ничего. Семья – это основа нашего общества, основа нашего будущего. От того, какие будут наши семьи здоровые, грамотные, образованные, наверное, будет зависеть наше будущее. Поэтому мне бы хотелось, чтобы было побольше хороших, правильных семей наших, крымских, да, потому что это основа основ. Поэтому семья – это основа моей жизни, и об этом не нужно никогда забывать. Выбранное направление жизни всегда ведет вперед. В движении не бывает статики, как и в развитии. И все изменения начинаются с нас, с нашего восприятия и наших действий. Это была история Оксаны Доброрец и ее интонация. Субтитры создавал DimaTorzok